Женщина вдохновения для многих парней и девушек, красотка, покорившая мировую металл-сцену и вокалистка, которая так круто поет и кричит, что злые языки говорят, словно она это делает под фонограмму. Ибо ну нельзя так круто петь и орать вживую. Можно, просто уровень суперпрофессиональный. Такое бывает, как одна моя студентка шутит. Такое бывает, занимаешься, занимаешься, потом раз и результат. Никогда не было и вот опять. О ком это все? Прошу любить и жаловать, вокалистка группы Джинджер Татьяна Шмайлюк. Татьяна Шмайлюк, вокалистка украинской металл-группы Джинджер, основанной в 2009 году в городе Горловка Донецкой области. Согласно Википедии, в их музыке сочетаются грув-металл с элементами прогрессивного металл-кора. В 2013 году коллективу была вручена премия «Лучшая украинская металл-группа». В сети можно найти много видео с историями о группе, интервью с ребятами. Я же больше внимания хочу уделить прекрасной фронт-вумен. Что примечательно, Таня почти на каждый концерт подбирает крутой образ и сама делает крутой мейкап и прически. Можно брать с нее пример, насколько тщательно Таня готовится к каждому выступлению. Продумывать все до мелочей – тоже показатель профессионализма. Татьяна очень круто на суперпрофессиональном уровне владеет своим голосом. Чисто поет, как правило, на высокой гортане. Из-за этого создается ощущение детского голоса. Регулирует смыкание голосовых связок, делая то звук с легким придыханием, то достаточно плотный звук. Иногда примешивает ложные связки, делая легкий дисторшн или драйв. Главная фишка Тани – низкий гроул. Который получается благодаря взаимодействию черполовидных хрящей, ложных связок и низкой гортани. Также у нее сочные скримы. Они достигаются путем смешения ложных связок, черполовидных хрящей и высокой гортани. Как петь, как Татьяна Шмайлюк. Тренировать комплекс на свой голосовой аппарат. Голосовые связки, ложные связки, черполовидные хрящи, гортань и многое другое. Хотя не факт, что ты будешь звучать точь-в-точь, как Татьяна. Ведь все мы разные, и наши голоса тоже тембрально отличаются. Я видела обзоры, в которых рассказывали, как получить такой звук, как у Тани. Советовали развивать резонаторы, петь в полости, тащить диафрагмой. Ребят, все гораздо проще. Рецепт, по которому работает Татьяна Шмайлюк, я писала выше. Высокая гортань в чистом вокале, плотные скримы на ней же, гроулы на низкой гортани. Это если вкратце. Почему я не говорю, что надо направлять звук туда-сюда? Например, кто-нибудь наверняка бы сказал, Таня выводит звук вперед. Погодите, а мы можем управлять звуковой волной? Вот серьезно. Сейчас все дружно задумаемся, включим логику, вспомним физику и ответим на этот вопрос. Из всего этого делаем вывод. Какой? Что мы не можем управлять звуковой волной, как, например, водой из шланга. Мы не можем петь назад, вниз или вверх. Так удобно думать преподавателям, которые совершенно не разбираются в устройстве голосового аппарата. Эмпирические методы постановки голоса в деле. Опять ощущения, свои додумки, мистика, эзотерика. И никакой науки и элементарной логики. Просто подумай, что именно работает в тот момент, когда Таня поет так или этак. Или когда ты поешь тем или иным звуком. Как мы это делаем? Не ощущения, не неведомые резонаторы, а мышцы. Как-то мне написал парень. В классическом вокале звук направляют вниз и назад, а в эстрадном вверх и вперед. А в рок-вокале вообще якобы все по-другому. Что ты вообще такое? Что ты имеешь в виду? Если ты можешь расшифровать это послание, напиши мне, пожалуйста, в комментариях, что этот молодой человек имел в виду. Потому что я здесь бессильно. А ты до сих пор веришь в направление звука и резонаторы? А как тебе вокал Татьяны Шмайлюк из группы Джинджер? Ставь лайк, пиши комментарии к этому видео, подписывайся на мой канал, подписывайся на инстаграм школы современного экстремального и рок-вокала RockVox. Ну а я обнимаю тебя, твоя металлмама, со своей неудобной точкой зрения на вокал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok